Губернаторская ёлка – главный новогодний праздник для Забайкальской детворы. На 24 декабря уже намечена премьера, а сегодня коллектив Краевого драматического театра впервые встретился с режиссёром-постановщиком музыкального спектакля «Снежная королева. Новая история». А история и в самом деле новая. Такой трактовки, знакомой с детства сказки, взрослый зритель ещё не видел. Впрочем, спектакль адресован юным театралам, а они готовы на любой эксперимент. Мы постарались сделать постановку такой, чтобы дети, особенно дети, которые сейчас, да, поколение зумеров, они пришли и от самого начала до самого финала были максимально погружены в историю. Мы её немножко изменили, изменили сценарий. За основу взяли медиадекорацию, это будет 3D-медиадекорация. Мы поставим здесь огромный экран, на котором будут происходить также действия, и в рамках этого действия будут работать актёры. Но, скажем так, такого ещё не было. А вот задумку по отбору талантливых юных забайкальцев для участия в постановке пришлось отложить. Хотя кастинг на роль Кая, Герды, принцессы и юной снежной королевы успешно прошёл в конце ноября. Да, он прошёл. Мы не взяли с кастинга актёров, потому что загруженность очень большая. Мы обсудили это большим коллегиальным кругом. Поняли, что загружать детей с 24 декабря по 4 января по три спектакля в день мы не сможем. Поэтому отрабатываем на актёрах профессиональных. Спектакль будет наполнен музыкой и танцами. Читинский образцовый ансамбль танца «Кирилловцы» взял на себя всю хореографическую часть. Сегодня участники коллектива тоже впервые пришли на обсуждение будущей постановки. Впервые мы работаем на сцене профессиональной. И мы очень волнуемся. И это будет в первый раз. Мы ещё абсолютно ничего не знаем, но очень надеемся, что всё пройдёт очень хорошо и круто. Знаю, что коллектив довольно-таки известный. И знаю, что подбирали именно под мой стиль. Всё. А ваш стиль это какой? Ну, это будет в любом случае современная хореография. Это не будет у нас контемпор или джаз. Это будет всё равно что-то современное, что-то новое. То, что, как говорится, коммерчески выгодно красивое. А как это сочетается вот с этой сказкой классической «Снежная королева»? Ну, в том-то и смысл, что почему нас приглашают. Это для того, чтобы что-то менять. Из классики сделать, как обычно, уже что-то новое. 21 век, шагаем в ногу и, соответственно, чем-то удивить другим. Новая трактовка старой сказки не лишена привычных ценностей. Каждый найдёт в этой постановке что-то своё. Новогодняя сказка научит мечтать, верить в себя и в чудеса. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалья.